МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа события в студии Ольга Ловина. В 2020 объявлен президентом Владимиром Путиным Годом памяти и славы. Запланированы тысячи мероприятий. Их реализацию в нашем регионе обсудили на первом заседании Оргкомитета. Представители общественных организаций, патриотических клубов, общественные палаты, поисковики, депутаты областной думы. Костяк Оргкомитета по подготовке мероприятий Года памяти и славы. Фашисты зверствовали на территории Брянской области. Они уничтожили порядка 75 тысяч наших земляков, мирных жителей. Порядка 150 тысяч угнали в рабство. Полностью уничтожили 1016 наших деревень и сел. И наша самая главная задача всегда помнить об этом и рассказывать подрастающему поколению. На Брянщине уже идет активная подготовка к 75-летию Великой Победы. Приводятся в порядок воинские захоронения, мемориалы. К 9 мая закончится реконструкция мемориального комплекса «Партизанская поляна». Главное внимание ветеранам. В праздничные дни их посетят и поздравят представители власти и волонтеры. Огромная работа предстоит до конца года, до конца 2020 года. Это много мероприятий и всероссийских акций, международных акций, и тех уникальных акций, которые придумают непосредственно сами волонтеры, сами ребята, молодежь на территории Брянской области. На встрече отметили, теплая зима скорректировала работу поисковых отрядов. Она продолжается. Есть проект без срока давности. Во время оккупации и во время отступления на территории Брянской области было много расстреляно военно-пленных мирного населения. И сейчас ведется работа по поиску неучтенных захоронений и увековечивание их памяти нашего народа. На встрече утвердили план мероприятий. Все члены оргкомитета, от поисковиков до педагогов и представителей органов исполнительной власти, получили задание. Андрей Мамошин, Александр Жучков, События, Брянск. Знать свой край и историю победы. В центре детского и юношеского туризма и экскурсии прошел 15-й городской конкурс исследовательских работ по школьному краеведению «Летопись Брянского края». В финал конкурса прошла 21 работа. Все они разделены на 4 категории. Родословие, летопись родного края, военная история и культурное наследие Брянщины. В своих научных изысканиях юные краеведы анализировали дневники военных лет, изучали воспоминания и дневники очевидцев, использовали архивные документы. Труд достаточно большой, и ребята как нигде прикладывают такие усилия, чтобы получить этот результат, который в дальнейшем радует. И эти работы потом, и лучшие работы будут напечатаны в сборнике, которые поддерживаются фондом президентских грантов. В Брянской области за прошлую неделю больше 7 тысяч брянцев заболели гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог превышен больше, чем на 9%. В самом Брянске зарегистрировано 4 025 случаев гриппа и ОРВИ. За 3 февраля гриппом заболело 69 человек. При первых симптомах медики советуют не заниматься самолечением, а остаться дома и вызвать врача. Нынешняя зима – настоящее испытание. Мы то и дело слышим про погодные аномалии и рекорды. Температура постоянно прыгает, меняется давление, осадки. Все эти перепады сказываются и на нашем самочувствии. Чем опасны такие климатические скачки от холода к теплу и наоборот? Попробуем разобраться вместе с заместителем главного врача городской поликлиники номер 4 Светланы Алексеевны Нестеровой. Светлана Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Многие жалуются, что очень плохо переносят такие перепады температуры. Болит голова, скачет давление. Из-за чего это происходит? Существует такое понятие, как метеозависимость, либо более легкая форма – метеочувствительность. Это нетипичная реакция организма на изменение природных условий. Как вы только что сказали, на осадки, на изменение солнечного излучения, на изменение ветра. Обычно люди здоровые реагируют на изменение перепадов давления, на изменение погоды нормально. То есть их организм быстро перестраивается, и эти изменения не замечаются. Но по статистике 7 из 10 человек реагируют на данные изменения. А кто же попадает в группу риска? Сюда попадают женщины, учитывая особенности гормональной системы лица пожилого возраста, которые имеют ряд хронических заболеваний, либо полученные травмы в процессе жизни. И люди с ослабленной иммунной системой. Здесь нужно также определиться, то ли это метеочувствительность, то ли обострение хронических заболеваний. Кому труднее пережить такую погоду – гипотоником или гипертоником? Обе категории граждан чувствуют себя плохо. И все это проявляется головной болью, головокружением, слабостью, вялостью. И только определение артериального давления, измерение, может сказать, что у человека в данный момент либо повышение, либо снижение артериального давления. Светлана Алексеевна, как же пережить это время с минимальными проблемами для здоровья? Ну, прежде всего, необходимо обратиться к врачу для того, чтобы определить, есть ли у вас в наличии хронические заболевания, и подобрать необходимое лечение. Необходимо соблюдать элементарные правила. То, о чем говорят медики всегда. Прежде всего, необходим здоровый образ жизни, полноценный сон, здоровое питание, отказ от вредных привычек, к которым относятся курение, прием алкоголя, длительный просмотр телевизора, либо находение в соцсетях, особенно перед сном, прогулки на свежем воздухе, и занятие физкультурой в том объеме, который позволяет ваш возраст и ваши хронические заболевания. Спасибо, уверена. Ваши советы обязательно пригодятся нашим телезрителям. Россияне, испугавшиеся эпидемией коронавируса, штурмуют аптеки. Во многих регионах уже сообщили о дефиците защитных масок. Как обстоят дела в Брянской области, выясняла наша съемочная группа. Разобрали очень быстро и уже нет их в наличии на протяжении пяти дней. Ни одной. Аптека за аптекой. Съемочная группа телеканала «Брянская губерния» в поисках медицинских защитных масок. В вашей аптеке есть в наличии защитные маски? Вчера разобрали. Тоже разобрали. Как давно разобрали? Вчера буквально. Фармацевты-провизоры в унисон твердят. На прошлой неделе, когда федеральные СМИ сообщили о первых заразившихся коронавирусом в России, народ как с цепи сорвался. Сейчас даже на складе их нет. Просто очень большой ажиотаж на них. Именно брали целыми упаковками по 50 штук. В поисках того же товара пенсионерка Валентина Рябцева, как и мы, обошла не одну аптеку. Коронавируса, говорит, не боюсь. Но масочку заполучить все же не лишняя. Масок нет и не будет. Сказали на склад, получили маски, но они очень дорогие. А кто вам сказал это? Это в Мандарини, там, наверное, частная аптека. А в этих тоже нет. А почему вы решили маску купить? Ну, просто так, для профилактики, на всякий случай. Если заболеешь, может, в семье кто-то заболеет. Такого же мнения придерживается и Ольга Пахатинская. Профилактика на первом месте. Я вот магазин, поликлинику я везде одеваю. Потому что действительно опасно. Но это не из-за той паники, которая вообще нет? Не, не, не из-за коронавируса, а из-за того, что грибы в городе. Фармацевты разделились на два лагеря. Одни говорят о скорой поставке масок, другие пожимают плечами. На складе нет, когда появятся, неизвестно. В общей сложности наша съемочная группа заглянула в 8 разных аптек. Медицинские маски нашлись лишь в двух. Одна из них относится к сети «Брянск фармация». Там нас заверили, что защитных масок хватит на всех. Наличие много масок у нас. Где-то около 3000 штук. 9 рублей за одну масочку. Берут там не одну, а две. Где-то 5-10 на коллектив приходят. Но ажиотажа нет. В региональном департаменте здравоохранения призывают не поддаваться панике. В вопросах профилактики защитные маски, безусловно, эффективны. Но нужны они в первую очередь тем, у кого уже наблюдается кашель и прочие катаральные явления. Также специалисты советуют не забывать и о других пунктах респираторного этикета. Коронавирус – это такой же вирус, как и любой вирус РВИ. Поэтому раздувать панику не стоит. Все те принципы профилактики, лечения и эпидемического процесса точно такой же, как и при обычных вирусах гриппа. И, наконец, к вопросу ценообразования. Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены в связи с коронавирусом, и на средства индивидуальной защиты, и на противовирусные препараты. По мнению президента, если закрыть несколько аптечных организаций, это не скажется на обеспеченности россиян лекарствами. Екатерина Карманова, Сергей Дюков. События. Брянск. В управлении Росгвардии по Брянской области подвели итоги регионального этапа фестиваля «Открытая Росгвардия». Соревнования включали в себя спортивные элементы, творчество и кулинарное искусство. Первое, что встретит гостей и жюри фестиваля, это техника. Поэтому региональный этап начался с выставки машин и оружия, которое состоит на вооружении войск Национальной гвардии. Автопарк включает в себя легковые автомобили для патрулирования, два грузовых бронеавтомобиля и КАМАЗ для перевозки бойцов ОМОН, а также единственный в регионе передвижной комплекс «Аракс». Предназначен для разминирования и обезвреживания взрывоопасных предметов. То есть здесь, в этом комплексе, находится все необходимое оборудование для разминирования, идентификации, обезвреживания и локализации, также разрушения взрывоопасных предметов. Росгвардейцы – это не только сила, скорость и ловкость. Это еще семейные ценности и традиции. Поэтому среди конкурсных направлений фестиваля «Открытая Росгвардия» есть соревнования «Папа-мама-я. Спортивная семья». Каждый раз мы участвуем в спортивных соревнованиях. Артем занимается в секции футбольной. Название твоей команды? «Азука футбола». Стремится к лучшим достижениям в футболе. Ну, папа тоже имеет силу воли, наверное, к занятиям таким. Но не всегда хватает времени в силу своей занятости по работе. Война войной, а обед по расписанию. На прошлом фестивале брянские росгвардейцы взяли золото на кулинарном поприще. Задача на этот год – сделать все то же самое, но лучше. Конкурсное меню разносолами не блещет. Готовить надо то, что делают на полевых выходах. Однако и тут есть свои хитрости. Каждый повар готовит по-своему. У каждого свой вкус, каждый свой подход к этому. Можно одну картошку приготовить так, что ты ее не будешь кушать, а можно приготовить так, что пальчики оближешь, как говорится. Поэтому мы покажем лучший результат. А итоги культурно-творческой части подвели в Доме культуры Володарского района. Победители регионального этапа исполняли авторские и эстрадные песни, с которыми им предстоит покорять Москву 21 марта. Наши творческие коллективы занимают престижное место среди творческих коллективов нашего Центрального федерального округа и Центрального округа войск национальной гвардии. Все победители регионального этапа примут участие в финале фестиваля «Открытая Росгвардия», который состоится 21 марта 2020 года на территории Олимпийского комплекса «Лужники» в Москве. Игорь Умаров, Анатолий Чекрыгин, События Брянск. Запись в кружки и секции по новым правилам. Систему дополнительного образования региона ждут масштабные изменения. Робототехника, хореография, изобразительное искусство. Уже скоро все занятия ребенка объединит один электронный сертификат. Получить его можно будет лишь при помощи пары кликов, пройдя регистрацию на портале «Навигатор». Связующим звеном между всеми творческими объединениями региона станет модельный центр. В Брянской области им выбран дворец детского и юношеского творчества имени Гагарина. Вот результат. Молодцы. Бельница, машины и вертолеты. С гордостью и трепетом ребята демонстрируют то, что не только собрали, но и запрограммировали сами. Научились всему этому они всего за несколько месяцев. Направление лего для дворца Гагарина – новинка. Сегодня среди самых популярных детских увлечений не только робототехника, но и 3D-моделирование, объемное рисование и компьютерный дизайн. Причем все это в технопарке дворца осваивают даже малыши. С детьми 6 лет мы уже занимаемся на компьютерах, создаем проекты. Они работают в Орде, создают открытки для мам на 8 марта, открытку на Новый год при помощи автофигур. Также мы работаем с ними в программах объемного моделирования. Мы учимся создавать алгоритмы. А это уже Академия развития интеллекта Юникит во дворце. Она появилась только в этом учебном году. Но уже сейчас около сотни ребят здесь знакомятся с английским, учатся делить и умножать за секунды и также быстро читать. В следующем году мы планируем развить нашу Академию. У нас появятся психологические направления, арт-терапия. Мы хотим ввести правополушарное рисование. То есть такие интересные и творческие занятия. Юные танцовщики, вокалисты, модели, дизайнеры и актеры Дворец Гагарина сегодня называют островом талантов. Готовят здесь и юных артистов цирка. Воспитанники студии «Импульс» уже не раз становились победителями престижных конкурсов. И не раз выходили на арену цирка наравне с профессионалами. В цирковой студии я занимаюсь на протяжении четырех лет, уже, наверное, пятый год пошел. Мне очень нравится здесь заниматься. В принципе, как и во всем Дворце, я не только в цирковой студии занимаюсь. Я закончила школу вожатого старшеклассника, мой выбор, три раза. И заученную школу лидера два раза. Сегодня во Дворце Гагарина более пяти тысяч воспитанников. Совсем скоро все они заниматься в кружках и секциях будут по новым правилам. Существенные изменения претерпит вся система дополнительного образования региона. Чтобы записать ребенка на занятия в любую студию области, родителям будет необходимо всего лишь зарегистрироваться на портале «Навигатор», оформить электронный сертификат и выбрать площадки для развития ребенка. Ядром всей этой масштабной системы станет областной губернаторский Дворец Гагарина. В этом году на его базе создается региональный модельный центр. В районах же появятся опорные центры. Вся эта работа ведется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. Создание модельного регионального центра, оно дает возможность на местах работать с муниципальными организациями, которые в этом направлении будут вести работу. То есть здесь должна быть очень четкая связь. И вот наша задача – аккумулировать все лучшие традиции, все лучшие наработки, все лучшие программы, которые есть в области. Персонифицированный учет всех детей региона – это первое, что сегодня предстоит сделать в сдаче правительства страны к 2024 году, чтобы в хуршках и секциях были заняты не меньше 80% ребят. Кристина Протхилова, Денис Пашков, События Брянск. 11 лет в эфире. Брянская губерния в день своего рождения подготовила подарок для зрителей. Телеканал первым в Брянской области перешел на вещание в формате HD. Теперь каждый новостной сюжет. Прямые эфиры и проекты будут транслироваться с телевизионным сигналом высокого разрешения. Для перехода на новый формат закуплено современное оборудование, обновлен вещательный сервер. Напомним, Брянскую губернию теперь также можно видеть и на ОТР. В Брянске на базе школы номер 60 прошли соревнования по плаванию среди детей с задержкой психического развития. О том, как вода помогает таким малышам стать более самостоятельными, узнала Екатерина Карманова. Для этих ребят плавание не только оздоровление и накопление спортивных умений. Такие походы в бассейн имеют еще и огромную социальную роль. Через преодоление всевозможных страхов, в том числе и воды, эти малыши ставят свои рекорды. Воспитанники Центра Гармония – мальчишки и девчонки с ментальными нарушениями. Они ограничивают возможности детей адаптироваться в обществе, обслуживать себя и обучаться. Это новое ощущение для тела ребенка, это расслабление, потому что, как правило, все детки с такими диагнозами, как у нас, они очень сильно перевозбуждены, а вода дает очень хорошее успокоение. Соревнования по плаванию Центр Гармония проводит во второй раз. Своеобразный отчет о проделанной работе. И если малыш плывет самостоятельно, с минимумом средств, позволяющих держаться на воде, это уже победа. За ней усердие и терпение родителей, старание инструкторов и, конечно, невероятная сила воли самих пловцов. Успехи есть, но просто, конечно, они маленькими шагами идут. Вот Родион, это как бы наш воспитанник мой, я с ним занимаюсь. Всего прошло пять заплывов. Ребят распределили не по возрасту, а по уровню возможностей. В числе самых самостоятельных девятилетний Макар. Мальчишка, который пять лет назад панически боялся заходить в бассейн. Сегодня как рыба в воде. То, что они смогли самостоятельно находиться в воде и плыть, для нас это огромный праздник. И для ребят с синдромом Дауна действительно проводятся ежегодные всероссийские соревнования по плаванию. И мы хотим в этом году принять участие. Два-три наших парня готовы будут в сентябрю поехать в Казань на эти соревнования. Для воспитанников Центра гармония все занятия, в том числе и по плаванию, бесплатные. Они проходят за счет пожертвований, которые удается собрать на благотворительных мероприятиях «Спорт во благо» и средств, выделенных региональным управлением физической культуры и спорта. Екатерина Карманова, Максим Кузнецов, События Брянск. Медведи на гироскутерах, колесо смелости и канатоходцы без страховки. В Брянском цирке премьера. Народный артист России Грант Ибрагимов представил шоу «Звезды мирового цирка». Чем удивили публику артисты, покорившие площадки престижных фестивалей Монте-Карло, Пекина и Лондона, смотрите в следующем сюжете. Не минуты на раскачку. Уже в первом номере артисты шоу братья Саунбековы пощекотали нервы всему зрительному залу. Красота, профессионализм и риск, без которого не мыслим настоящий цирк. Колесо смелости, все трюки без страховки. А это пародия на человека разумного в исполнении шимпанзе Микки. Надев на себя воображаемую корону, хомо-сапиенцы нередко забывают о манерах и отказываются платить по счетам. Все супер, на самом деле. Вот так. Нравилось, как воздушная гимнастка выступала. Лошадки. Они очень красивые, разукрашенные. Грациозные лошади, находчивые свинки, проворные носухи, еноты и, наконец, гвоздь программы. Идея номера продиктована временем. Не велосипеды, не ролики, не самокаты, а гироскутеры. Такой способ передвижения по арене смогли освоить медведи-виртуозы, подопечные народного артиста России Гранта Ибрагимова. Все медведи для меня как бы партнеры. Они не хищники, они не дрессированные животные. Они у меня партнеры. У каждого свой характер. Один готов делать что угодно, только ты меня угости. Второй такой барон, вы знаете, вот ему вот такой вальяжный, вот стоит полчаса, будет. Да, что надо делать? Да, ну давай сделаем. Ну ладно. Канатоходцы и гимнасты, дрессировщики и клоуны. Премьеру шоу «Звезды мирового цирка» в Брянске посмотрел и гость из столицы. Заместитель генерального директора Росгосцирка Андрей Кусачев оценил не только качество программы, но и условия, в которых работают артисты. Сейчас взят курс на обновление, на реконструкцию и ремонт цирков в нашей стране. Брянский цирк не исключение на самом деле. И здесь мы своими силами пытаемся улучшить состояние гримерных. Сделаны шикарные душевые для артистов. И артисты, конечно, заметили эти улучшения однозначно и говорят спасибо за это. Мы будем двигаться дальше. На этом не остановимся. Немножко у нас получилось улучшить цветовое оборудование. Увидеть своими глазами шоу Гранта и Брагимова можно в Брянском цирке. Билеты уже в продаже. А на представление 8 и 9 февраля можно получить скидку, сказав на кассе кодовую фразу «Хотим в цирк». Екатерина Карманова, Максим Кузнецов. События Брянск. Минувшие выходные в Дядьковском районе прошел второй этап зимней серии гонок. Ралли-спринт у мастера и кубок стелс. По опражняться в фигурном вождении собралось несколько десятков гонщиков со всех уголков Брянской области. День старта выдался на редкость непогожим. Легкая оттепель, утренний мороз и непрекращающийся снегопад превратили и без того сложную трассу в настоящее испытание для водителей. Все участники были разделены на несколько категорий. Стоит отметить, что принять участие в заездах мог любой желающий, вне зависимости от марки автомобиля и водительского стажа. Деления на любителей и профессионалов здесь нет. Трасса, как говорится, сама все расставит по местам. По итогам заездов, 8 участников в каждой категории, набравшие максимальную сумму баллов в отборочных этапах, получили путевки в финал и возможность побороться за главный приз соревнований. В 75-летию Великой Победы посвящается. Теперь каждый четверг в нашем эфире спецпроект о жизни Брянщины в годы войны. Воспоминания известных людей, история крупных предприятий, военных мемориалов. Ближайший выпуск в эфире в четверг после вечерних новостей. Мы расскажем удивительную историю одной семьи. Вот короткая версия этой программы. Родную бабушку Марии Раевской война застала в блокадном Ленинграде. Галине Гавриловне было всего шесть, когда события, захваченного голодом, холодом и тоской города, стали хроникой одних из самых трагичных страниц истории всей нашей страны. Родители, мои бабушки, решили, что отвезут своих детей на лето, на каникулы. К их бабушке и прабабушке. Это был июнь 1941 года. 22 июня 1941 года началась война. На спасение заков блокады почти трех миллионов человек в 1941 году открылась «Дорога жизни». Знаменитая дорога по Ладожскому озеру. Вывести ребенка без родителей было невозможным. Тогда родной дед бабушки Марии Раевской принял решение записать ее как своего ребенка. На Ладоге уже стояла вода. Было очень много воды и был очень сильный ветер. Их выкурили по дороге жизни. Детей сажали в закрытые автобусы, потому что было очень холодно. Их мазали медвежьим широм для того, чтобы не было холодно, настолько не обморозить лицо. По возвращению в Ленинград в 1953 году Галина Раевская поступает в Ленинградский государственный университет. После учебы и защиты диссертации лучшая подруга приглашает переехать в Брянск. Восемь лет в стенах Брянского государственного инженерно-технологического университета Раевская Галина Гавриловна проработала преподавателем высшей математики. А после еще более 30 лет в Брянском государственном аграрном университете. В Ленинградском университете у них были преподаватели послевоенные годы. Их действительно учили любить предмет, любить математику. И бабушка очень любила математику, она была строгим преподавателем. Невыдуманные истории о войне и совместной прогулке по паркам Володарского района в выходные дни, как лучшая традиция детства. Мы сюда приходили, гуляли, но знаете, у меня воспоминания с этим парком и от бабушки, что она у нас была одновременно и строгая, но очень добрая. У нее были очень добрые глаза. Это на самом деле такой ужас, который пережили многие не пережили, миллионы не пережили. Мария Сильвестрова, Денис Пашков, События Брянск. Полная версия спецпроекта Брянской губернии, посвященного 75-летию Победы в нашем эфире 6 февраля 19.30. Возрастное ограничение 16+. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.